Правительство Италии накрыло волны мигрантов Правительство Италии накрыло волны мигрантов Над вице-премьером Маттиас Альвини нависла грозой судебного преследования коммерсанта 29 января 2019 года 17.6. Очевшись разблокировать ситуацию сбросившим якорю берегу в Сицилии судном Sea-Watch С мигрантами на борту, Италия направила жалобу в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ Об этом объявил вице-премьер Луиджи Ди Майи Власти Италии утверждают, что в любом случае не намерены пускать мигрантов на свою землю В то же время другой вице-премьер, Маттиас Альвини, рискует попасть под суд за свои действия при аналогичных обстоятельствах Когда в августе прошлого года судно TCRT со 114 беженцами находилось в порту Катании Господина Сальвини могут обвинить в злоупотреблении властью и незаконном удержании мигрантов Вот уже несколько дней первополосным событием в Италии остается ситуация с 47 мигрантами Доставленными в сицилийский порт Сиракуза судном Sea-Watch Оно принадлежит одноименной немецкой некоммерческой организации Занимающейся спасением беженцев в Средиземном море Этих людей судно подобрало у берегов Ливии еще 19 января После чего, вопреки предписанию итальянских властей следовать с ними в Тунис Взяло курс на Пенинский полуостров Вице-премьеры глава МВД Италии Маттиас Альвини Впервые пытается запретить вход в итальянские порты кораблей иностранных НКНО с мигрантами В этот раз он также заявил, что не разрешит Sea-Watch Пришвартоваться в Италии Однако, поскольку погода ухудшилась Пять дней назад судну было позволено встать на рейд вблизи сицилийского порта Сиракуза Во вторник утром оно там и оставалось Ведь, помимо Италии, отказавшись опустить мигрантов на свою землю От них отказались и Нидерланды К которым Маттиас Альвини обратился с соответствующим предложением Судно Sea-Watch Ходит под голландским флагом Во вторник стало известно, что НКНО Sea-Watch Обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой решить спор вокруг ее судна Sea-Watch Считает пассажиров корабля политическими заложниками Практически одновременно с этим в ЕСПЧ обратилось правительство Италии В специальной ноте Совет министров страны обвинил НКНО в создании международного прецедента с привлечением внимания СМИ вместо спасения человеческих жизней и заверил, что предоставил находящимся на борту мигрантам и экипажу все необходимое Кроме того, власти Италии пообещали открыть гуманитарный коридор для пассажиров Sea-Watch В случае если Нидерланды или Германия, где зарегистрировано НКНО, согласятся их принять Между тем ни Нидерланды с Германией, ни другие европейские страны, договорившиеся в ходе июньского саммита Евросоюза делить между собой прибывающих на Северный берег Средиземноморья мигрантов по добровольному желанию, такового не изъявили Почему Италия перестала принимать нелегальных иммигрантов представители официальных структур ЕС ситуацию не комментируют Зато свое возмущение антигуманными методами правительства выразили его противники В воскресенье на борт Sea-Watch поднимались парламентарии левых партий и партия «Вперед!» Италия, возглавляемой экс-премьером Сильвия Берлускони В понедельник за ними последовали представители Демократической партии Италии И те, и другие потребовали немедленно разрешить пассажирам судна сойти на берег и обвинили правительство в отсутствии сочувствия к итак уже настрадавшимся людям Эта же риторика звучала на продолжавшемся до поздней ночи в понедельник митинге перед парламентским дворцом Монтичатория в Риме, который проводили представители гражданского общества 50 неправительственных организаций направили премьер-министру Джузеппе Конти петицию с требованием принять мигрантов И даже Сильвия Берлускони заявил, что лично он их бы принял При этом правительство продолжает стоять на своем Маттио Сальвини не сделал исключения даже для 14 несопровождаемых взрослыми несовершеннолетних, которые, как заявил политик, по его сведениям, таковыми не являются Позицию лидера Лиги разделил другой вице-премьер, лидер движения «Пять звезд» Луиджи Демай Выступая перед журналистами, господин Демай заявил, что правительство готовит документы для конфискации судна, а его капитан может предстать перед судом по обвинению в содействии нелегальной иммиграции Административное расследование за нарушение запрета МВД приближается к кораблю с иммигрантами грозит и поднявшимся на его борт представителям Демпартии Однако главным обвиняемым в эти дни может оказаться сам Маттио Сальвини Еще в августе 2018 года, после того глава МВД пытался разрешить аналогичный кризис Тогда итальянский корабль 114 беженцами на борту простоял в порту катание 10 дней В отношении него было начато расследование На днях оно было передано в комиссию Сената по иммунитету, члены которого уполномочены решить, давать ли этому делу ход Господина Сальвини могут обвинить в злоупотреблении властью и незаконном удержании мигрантов Представитель Генцека Совета Европы по миграции беженцам о необходимости сотрудничества согласно итальянскому законодательству Абсолютный судебный иммунитет имеют только президент, премьер и спикер обеих палат парламента Голосование в парламентской комиссии должно состояться в среду И эксперты допускают, что оно будет не в пользу Маттеа Сальвини Во всяком случае, Луиджи Димай официально заявил, что движение «Пять звезд», без которого у лидера лиги нет поддержки большинства, проголосует за передачу дела в суд Нынешняя принципиальность «Пять звезд» дочников частично объясняется множеством уступок, которые движение вынуждено делать, чтобы сохранить правительственную коалицию При этом в традициях «Пять звезд» дочников гораздо более мягкое отношение к мигрантам, нежели они вынуждены проявлять в содружестве с Лигой Как пишет газета «Ла Република», спикер палаты депутатов Роберто Фико, стоящий на левом фланге движения, предпринимает шаги для того, чтобы иммигранты все-таки были высажены на землю и оказывает соответствующее давление на своих товарищей по движению В этой обстановке Лига предупредила своих союзников по коалиции, что в случае начала процесса над главой МВД это будет процесс над всем правительством Сам господин Сальвини, еще несколько дней назад заявлявший, что не боится процесса, во вторник опубликовал в газете Открытое письмо, в котором объясняет, почему его дело не должно быть направлено в суд По мнению главного редактора «Илджонал» Александра Салюсти, припомнившего в этой связи судебные процессы Сильве Берлускони, которые сначала приносили ему новые голоса Но в конце концов закрыли для него двери в политику С итальянским судом лучше не шутить Обвинительный приговор Маттиас Сальвини, уточнил господин Салюсти, может стать концом и его карьеры Елена Пушкарская, Рим Елена Пушкарская, Рим